Михаил Кузнецов из Реатомбанка. Михаил, итак, что касается именно вопроса по Греции, здесь накануне были вот эти обнадеживающие новости о том, что лидирует сейчас по опросам партии, которые придерживаются именно того, чтобы Греция стала в зоне евро, чтобы следовать второму пакету меропомощи Греции. Вот это эйфория по поводу этих опросов относительно настроений среди греческого ректората. Как долго она будет поддерживать рынки? Может быть, и напротив, это повод нарастить или открыть новые позиции на продажу по евро и акциям? — Добрый день. Согласно предварительным подсчетам, средств Греции должно хватить на нормальное существование, в котором она сейчас пребывает, до середины лета, до этого периода. Я думаю, что вполне спокойно могут продолжаться политические спекуляции на тему того, выйдет Греция из еврозоны или не выйдет. Однако всем уже кардинально и предельно ясно, что какое бы решение не приняли греческие политики, которые будут переизбраны или которые уже не будут переизбраны, или будет консолидированное правительство там или нет, любой сценарий для самой Греции негативен. И для Европы в частности тоже. Потому что в любом случае, если Греция не выходит из еврозоны, то долговая нагрузка на Европу еще более увеличивается. Если Греция выходит из Евросоюза, то проблема долгов остается неразрешенной. И фактически дефолт приводит к тому, что Европейским центральным банкам и монетарным властям придется срочно добавлять ликвидности банковской системе Европы для покрытия неразрешенных, невозвращенных долгов. То есть в любом случае в еврозоне положение относительно Греции остается сложным. И в этом плане стоит держать руку на пульсе, в том числе доходности облигаций Испании и Италии. Спасибо. Но доходности испанских гособлигаций действительно опасные уровни. 6,4%. CDS мы будем стоять на рекордных максимумах. В любом случае спасибо. Это был Михаил Кузнецов, Риэтумбанк.